Всем привет! С вами Евгений Погребирский и сегодня мы будем делать картошку по типу чипсов. Это будут не совсем чипсы, но оно будет похоже на чипсы. Очень хороший рецепт, который я сам для себя открыл. И давайте начнем. В первую очередь я беру картошку и буду ее промывать просто под водой. В следующем этапе картошку я уже промыл. В следующем этапе мы будем ее очищать от всех нежелательных мест. Например, вот такие, такие. Все, которые некрасивые, такие места, это все надо будет очистить. Здесь тоже. Итак, картошку я уже очистил. Вот, все некрасивые места мы удалили. А вот здесь все пропустил, тут я тоже буду удалять. В общем, следующий этап, я это тоже удалю. Следующий этап, мы должны ее почистить. Итак, картошку мы почистили. Ее нужно промыть еще раз под водой. Вот она почищена. И в следующем этапе нам нужно будет ее... Вот здесь я чуть-чуть пропустил, вот это мясо нам будет убрать. Значит, сейчас, в следующем этапе, она должна быть гладкой, почищенная, чтобы не было никаких тут некрасивых мест. Итак, в следующем этапе мы сейчас будем ее резать, и после этого будем ее ложить в мешочек, в котором мы ее будем готовить. Сейчас я покажу, как я буду резать картошку. Значит, наша задача разрезать ее такими кусочками, а потом с этих кусочек сделать полосочки, как чипсы. Сейчас, когда я порежу, я это покажу. Еще один важный нюанс, что необходимо, чтобы кусочки были не очень тонкие и не очень толстые. Тогда будет хорошо. Вот этот я уже обрезал. Тут два кусочка. И потом вот так вот я буду делать такие полосочки. И, в общем, дорезаем до конца и продолжаем. У нас получаются вот такие полосочки. Вот сюда, создадение. Такие полосочки получаются. И вот так вот дальше вот здесь ножом, и начинаем резать, чтобы было много полосочек, когда мы порезали сначала. Вот так, потом еще полосочки делаем. Как бы мы ее разложим вот так вот, мы ее ложим на бок. Сейчас покажу на этой картошке. Ложим так, делаем вот такие дольки. И потом их, это мы положили в сторону, но потом эти дольки делаем полосочки. Все порезано, можно начинать загружать это все в мешочек. Картошка была порезана, загружена в мешочек. Вот эти три картошки. Мешочек я просто вот здесь закрываю, обычный мешочек вот так вот закрываем. Не надо его завязывать. Единственное, что сейчас нужно будет сделать, мы умножим и просто делаем отверстие. мешочки, правильный. Вот тут, 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 делаем отверстие. Так, можно еще тут сделать. Вот такие небольшие отверстия. Так, да, да. Все, теперь это все ложим на тарелку. Вот так, отложим на тарелку. И будем загружать это в микроволновую печь. Опять же, кто хочет, может добавить, допустим, соль там, или еще что-то, но я, допустим, этого не делаю, я делаю это по вкусу. Значит, положили в микроволновую печь. Здесь, значит, у меня, я буду готовить это 100%, не знаю, какой, но у меня 100% мощность, и я поставлю ее на 22 минуты. Все, устанавливаем 22 минуты, примерно где-то 22 минуты. Надо. Где-то так, даже можно чуть больше. 23 с половиной минуты. Все. Единственное, у меня здесь есть лопасть для вентиляции. Вот здесь микроволновка не перегревалась. Ее немножко выдвигаю. Ну, опять же, это конкретно в моем частном случае. Вам, возможно, так не надо делать. Ну, в общем, вот эта картошка, она будет через это время готова, и потом по истечению того, что она будет готова, времени, соответственно, ее можно будет уже кушать. Единственный нюанс есть, ну, допустим, как можно проверить, она готова или нет, она должна быть мягкой. Если она уже, когда вынимаем, если когда вынимаем, она мягкая, то это уже большая вероятность, что она готова. Но, опять же, тут важно, опять же, где вы ее купили, какая картошка, чтобы она была хорошая, качественная. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был Евгений Погребишский. Когда таймер закончится, картошка должна быть готова, ее можно уже будет подавать к столу. Единственное, нужно будет немножко ее подождать, чтобы она остыла, и ее можно будет кушать. Всем спасибо за просмотр. С вами был Евгений Погребишский. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok